Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Обзор прессы». Мы продолжаем знакомить вас с православными периодическими изданиями. «Подсенью Трифона» – журнал паломнического отдела Мурманской и Мончегорской епархии. Журнал издается с 2011 года, выходит два раза в год. Освещает события светской и религиозной жизни Мурманской области, а также вопросы духовного воспитания. Журнал «Подсенью Трифона» является заметным явлением в сохранении историко-культурной памяти региона. Новый выпуск стал открытой площадкой для писателей и поэтов Мурманской организации Союза писателей России. Традиционная рубрика «Кольский север. История и современность» познакомит с новым сборником научных статей «Некрополи Кольского севера. Изучение, сохранение, коммуникация». А в нашем городе Туманами Прокурином писатель-краевед Владимир Сорокожердиев размышляет о некоторых страницах истории города Мурманска. Рубрика «Литературная гостиная» знакомит со стихами и прозой мурманских писателей, а также с событиями и датами литературной жизни края. Большой интерес представляет интервью с известным северным поэтом Николаем Калычевым. Исследовательские работы школьников-победителей историко-литературного конкурса «Храмы России» представлены в разделе «Православие и молодежь». Здесь читатели познакомятся с сочинениями, посвященные святому покровителю Кольского севера преподобному Трифону Печенекскому. Кроме того, издание включает в себя обзоры книг, календарь, исторических дат, православные фотографии и расписание паломнических поездок на 2014 год. Приобрести журнал можно в паломническом центре епархии и в храмах города. Справки по телефону 8 8152 28 75 22. Каменск православный. Официальное издание Каменской Алопаевской епархии Русской Православной Церкви. Выходит ежемесячно и распространяется по храмам епархии. На сайте епархии издание можно читать и в электронном виде. В феврале епископ Каменский Алопаевский Мефодий прибыл на Уральскую кафедру. В номере интервью владыки Мефодия о новом служении. Надо сказать, что епископ Каменский Алопаевский Мефодий Кондратьев еще является и руководителем Координационного центра по противодействию наркомании Синодального отдела по церковной благотворительности. В Первый Уральский прошел 9-й межрегиональный фестиваль традиционной казачьей культуры «Сторона моя сторонушка». В Спасо-Преображенском мужском монастыре Каменско-Уральского под председательством епископа Каменского Алопаевского Мефодия состоялось совместное заседание Епархиального совета и Совета благочинных Каменской епархии. В Каменске-Уральском на Аллее Славы проводили новобранцев в ряды российской армии. А в Азбесте прошел городской конкурс чтецов православной поэзии под куполом светлых небес, посвященный 700-летию преподобного Сергея Радонежского. Об этом и многом другом читайте на странице газеты «Каменск православный». Алтайская миссия. Журнал является основным периодическим изданием Барнаульской епархии. В постоянных рубриках «Вести из благочиней», «Из жизни прихода» печатаются епархиальные новости. Освящается архипастерское служение. Праздничные школьные и молодежные мероприятия. Об этом в рубрике «Православное образование». Православные праздники месяцем. Детская страничка «Колокольчик». «Страпезы святых отцов». Рубрика душеполезного чтения. В свежем номере читателям предложен рассказ о торжествах по случаю 145-летия основания Барнаульского духовного училища. О работе молодежного волонтерского движения имени святого страстотерпца цесаревича Алексия при храме Казанской иконы Божьей Матери в селе Власиха. О миссионерской поездке в Красногорский район. А также пронзительный рассказ Людмилы Чубатых под названием «Матушка». Кроме того, в журнале много полезной информации. В том числе информация о предстоящем ежегодном крестном ходе в село Коробейниково к чудотворному образу Казанской Божьей Матери. Приобрести журнал «Алтайская миссия» можно в церковных лавках приходов Барнаульской епархии. А желающие оформить подписку, обращайтесь в свои почтовые отделения по месту жительства. Подписной индекс 73-62-8. Троицкая православная газета издается приходом Церкви Казанской иконы Божьей Матери села Пучково Московской области. Выходит один раз в два месяца. В весеннем выпуске традиционная рубрика «Приходская жизнь» поздравляет своих прихожан с днями рождения, венчанием, крестинами. Поездка в Толкский женский монастырь, заметки паломника. Иверская икона Божьей Матери в часовне у воскресенских ворот. Отрывки из книги «Правдолюбовы». Воспоминания об архимандрите Иоанне Крестьянкине. Равноапостольный косма «Эталийский». Народный святой пламенный проповедник, учивший словом и примером и увенчавший свое служение мученическим венцом. Сегодня поучение космы «Эталийского» не менее актуально, чем 200 лет назад. Слова космы «Эталийского» издавались многомиллионными тиражами в Греции и во многих других странах. Михаил Скабаланович. Толковый типикон. Объясняем богослужение. Продолжение. Пасха в Соловецком лагере. Из книги Бориса Ширяева «Неугасимая лампада». Борис Николаевич Ширяев. Русский писатель второй волны эмиграции. С 1922 по 1929 годы находился в Соловецком лагере особого назначения. Слон. Пасха 1926 года. Из воспоминаний священника Павла Чехранова, который в годы Гражданской войны был священником Никольской церкви в Ростове-на-Дону. В конце газеты, как всегда, рубрика «Помяните усопших». Объявление расписания богослужений в храме Казанской иконы Божьей Матери. Все материалы газеты вы можете читать в электронном виде на сайте храма храмдефиспучкова.мега.ру Газета «Преображение» – это приходское издание храма в честь Владимирской иконы Божьей Матери села Давыдова Ярославской области. При храме уже не один год действует летний лагерь для особых детей. Каждый год летом сюда приезжают родители со своими особыми детьми. Дети-инвалиды здесь живут, отдыхают, работают по мере своих возможностей вместе со здоровыми детьми. А у родителей есть возможность отдохнуть самим, потому что к каждому больному ребенку прикрепляется волонтер. Дети дошкольного возраста имеют возможность посещать приходской детский сад при наличии волонтера-воспитателя. Все лето проводятся занятия по ипотерапии, а в первую смену обычно приезжает специалист по канистерапии со специально обученными собаками. Каждый день проходят различные творческие занятия по рукоделию, художественным промыслам, фольклору и многому другому. Но главная идея пребывания в летнем лагере села Давыдова – не просто отдых, а реабилитация через посильный труд, через общение и творчество с нормальными сверстниками. Ну и, конечно, главное – участие в таинствах церкви, исповедь и причастие. Если вы решили принять участие в этом благом деле, обращайтесь к координатору лагеря Марии Федотовой по телефону 8-963-917-46-54, либо смотрите информацию на сайте храма davidovodefizhram.ru. Православная, культурно-просветительская, общественно-церковная, ежемесячная газета «Колокольный звон» издается по благословению высокопреосвященнейшего Феодосия, митрополита Тамбовского и Расказовского. Имеет гриф одобрено синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви. Газета «Колокольный звон» освещает проблемы современности с христианских позиций, осуществляет содействие в укреплении духовных начал, в развитии общества, укоренения в народе, доброделания, веры, милосердия и любви. Вести Метрополии, литературный салон, краеведение, в помощь учителю ОПК – таковы рубрики газеты. Кроме того, «Колокольный звон» предложит вашему вниманию церковный календарь, что станет хорошим помощником в стремлении христианской жизни, а православный кроссфорд, возможность подвигнет читателей к изучению священной истории, основ вероучительных дисциплин. Как приобрести газету? Колокольный звон можно выписать по почте, подписной индекс 31690, а также купить в храмах и киосках Роспечати. Газета «Церковная жизнь» издается по благословению епископа Покровского и Николаевского Пахомия, распространяется в храмах Покровской епархии Саратовской митрополии. Майский номер открывается поздравлением епископа Покровского и Николаевского Пахомия, адресованное всем ветеранам и жителям области с праздником Победы. Традиционная рубрика «Хроника» освещает события, которые прошли в Покровской епархии. Епископ Пахомий продолжает рассказ о сложностях причастия детей, отвечает на вопросы о посте и молитве, о подготовке ребенка к таинствам и дает практические советы родителям. Праздники в Покровских школах. Об этом в рубрике «События». Сложно ли быть патриотом? На этот и многие другие вопросы отвечает настоятель храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла города Саратова, председатель Совета Православного военно-патриотического клуба «Патриот», главный редактор журнала «Православие и современность», журналист, побывавший в горячих точках, и гумен Нектарий Морозов. Литургия – вершина богослужебного круга, которому ведет наполненное смыслом вечернее богослужение. Важной частью этого богослужения является чтение канона, которое по праву считается словесной иконой празднуемого события или святого. В каноне объединяется историческое повествование, назидательная проповедь и моление. Рубрика «Церковная школа» предлагает поговорить о богослужебном каноне. Также на страницах нового номера читателей ждет рассказ о святителе Стефане Великопермском и Иоанна Богословском мужском монастыре села Пощупово Рязанской области. Спрашивайте газету «Церковная жизнь» в храмах Покровской епархии. Также газету можно читать в формате PDF на сайте Покровской епархии. Дорогие телезрители, православные периодические издания не приносят никакой серьезной коммерческой выгоды их издателям. Издание православной периодики – это особое служение в деле просвещения и распространения света Христовой истины. Поддержите православную журналистику. Выписывайте и читайте православные газеты и журналы. С вами была программа «Обзор прессы» и ее ведущий Тимофей Обухов. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok